вот такой волосатый хиппи с такими пепельными волосами и такой сам себе крутой 20-летний думаем и дворца молодежи и вижу там какие-то телодвижения людей почему-то одетых в черный трико такие червяки ползаю думаю круто круто что они там курить а у меня с собой камера я там претендую на имя фотографа меня подвели к славе это был фестиваль пантомия слава до 7 конечно снимать 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 я стал снимать вот этих всех этих мимов клоунов страшно заразился и пришел сколоса учу к вам студию у нас все полно эту историю из лохматого 1982 антона досинский рассказывает в свой день рождения в 2023 на третий день уговоров вячеслав полунин сдался и одосинский попал в студию лицедеев отложил фотоаппарат и гитару позже он к ним вернется но тогда в моменте клоунады и пластический театр были откровения через три месяца занятий в студии одосинский вышел на сцену через три года немного заскучал и начал собирать свою труппу под слоганом я не знаю что буду делать но на этот призыв чтобы не знаем что мы не пришло очень много людей заинтригованных паскал антон у тебя своя дорога давай не будем ломать компанию на разные части делаю свой театр и взрослый театр мы не могли выйти нас там с дерибасом потому что меня мама дерибаса не учила она сложный должен сделано хорошо это надо учиться и мы учились я работал дворником и димка работал дворником мы хитрые евреи наши двух пионеров которые модели попал зарплату дворником они подметали как бы нашу территорию из просто занимались упражнениями пение музыки танцем ритмом чтобы выйти через девять месяцев с готовой крутой работой с чем мы в принципе и вышли мы спрятались сделали эту работу не мусорили ничего не показывали не всякие инфлюзивы давали кстати и показались перевоспитакли красная зона это было как бы бомба бомба из сотен что пришли на зов остались несколько татьяна хабарова елена яровая алексей меркушев и упомянутый дворник димка дмитрий тюльпанов они и стали деревом театром который работал сначала в ленинграде петербурге потом релацировался в европу и покорил европейские фестивали их спектакли стали легендами и все эти годы адасинский идеолог деревом подбирая танцовщиков он оценивает отнюдь не уровень мастерства не глава фантазии чтобы очень круто фантазировали остальное всему я научу это не проблема какой человек внутренний мир вот самый главный для меня тест расскажи сказку поехать начать начать все следующие мы позвоним сказка мире мало сказок возвращаясь в петербург адасинский регулярно воссоединяется с группой своей молодости авиа и сейчас они исполняют в одной программе 13 мажорных песен что уникально для русского рок-н-ролла буквально отрешившись от собственного тела адасинский сыграл мефистофеля в фаусте александра сокурова а следуя эстетики александр ходоровский снял свой собственный первый фильм юг границы по неопубликованным новеллам борхеса новое кино билет на божественную комедию еще в работе притча о времени и о человеке который лежал на спине так долго что у него на животе птицы свили гнездо время существует всегда везде и одновременно мы можем подключиться к времени которое находится и за нами и сбоку и справа в прошлом и будущем и путешествует там и такие люди существуют люди которые могут шагать в далекие миры они видят сны они видят видения которые потом в своей литературе в книгах музыки используют даже иногда не отдавайте в этом отсчет леонарда венчи и братья стругацкие потому что знаки времени знаки предчувствия событий намеки на то что случится то что было по миру разбросаны философия времени и философия бытия явлены у адасинского в спектаклях песнях и в фильмах но отвлеченно с теми кто готов идти дальше он делится практиками театральные упражнения адасинский переносит в повседневность чтобы красиво двигаться по жизни совсем не обязательно стремиться на сцену упражнение работает то есть я пришел в разряд и театральных танцевальных педагогов а в разряд каких-то уже парапсихологов как метафизики какой-то человеческой в общем прихожу в категорию гуру помаленьку свой 64 день рожденный вечер антон адасинский предстал в разных ипостасях жизнь продолжается не становясь ни сложнее не проще случайные события и встречи все еще имеют значение хотя возможно и не такое сильное как в лохматом 82-м